привет привет дорогие мои друзья с вами валюша со своей деревеньки мои хорошие сегодня у нас день квашеная капусты конец января у нас была капусточка квашеная в баночке мы тупо ели и сегодня опять занимаемся нарезкой капусточки две банки поквасили съели и квасим дальше много не наквашиваю она потом перекисает сейчас возможность есть хоть каждый раз себе сделать свеженькую буду показывать вам дорогие мои как я квашу капусту вот нарезаю ее потом натираю на терочке морковку сюда капуста квасится в своем соку собственным сквашиванием нарезаю на терочку морковочку пересыпаю солью перчика ложу несколько горошка лавровый лист перчик горький немножко кусочек солью пересыпаю она в тазике постоит часик пустит немножко сок свой на терке треш не дает разговаривать потом понабиваю банки просто наталкиваю столько столько смогу буду вам это показывать дорогие мои друзья сок который остался я не выливаю в чашечку она стоит чашечки этот сок еще начинает капуста киснуть тоже будет выделять сок баночки ставлю в тазик она где-то трое суток у меня стоит киснет все таки январь месяц как не тепло в комнате но и на полу тазик стоит там не очень жарко трое суток где-то будет киснуть эта капусточка у меня сок тоже не выливаю весь он проливается в тазик так и стоит когда полностью перестала играть я пробую ее солю по вкусу вот насыпаю соль пересыпаю а перед тем как уже начинаю ее подминать в нул перед этим я пробую на вкус вот как бы сделали себя салат такая должна быть капусточка по соли еще как бы чуть-чуть солонее чуть-чуть солонее и когда она играет я пробую эту водичку если мне кажется что она малосольная пусть лучше чуть-чуть будет солоноватее тогда капуста получится хрустящая вкусная ароматная а если она будет недосоленая она будет с плетухшим привкусом или запахом лучше она будет чуть-чуть чуть-чуть пересоленая чуть-чуть но еле-еле заметно юшечки чтобы это было как бы вы и кушайте но немножко сильнее соленоватая чтобы была юшечка вот тогда через трое суток я доливаю этой юши этой водички которая сбегала в таз у меня я доливаю ее в баночки под краном промою идеально чтобы вы чистенькие и в холодильник из холодильника мои хорошие достаем и кушаем эту капусточку кислую капустняк варим тушим так просто жарим и с капустой с кислой я люблю еще пироги с мясушками с кислой капустой я люблю пироги еще пирожком напечем или рулет большой пирог сделаем ну уже дальше больно выдумку хитрая сейчас мы и дорежем все я покажу как я ее толку друзья дорогие вот положила я сюда лаврового листа четыре штуки перчика горошком ну так кинула чтоб 10-12 и вот так вот такой где-то перчинки ну вот третью часть я сюда порезала остальное не ложу ну еще может чуть-чуть чтоб не было сильно острым и сейчас мы будем ее дорогие мои наталкивать баночки дорогие мои друзья двухлитровую банку я натолкла уже вот она получается прозрачная красивая натолкла до такой степени что от водичка сверху начало появляться она заиграет сейчас чтобы не было промежутка между капусточкой плотно-плотно все лежало и наверное у меня здесь будет для полторушки не хватит еще еще литровую будем наталкивать наталкиваю мои хорошие внизу кулаком сколько могу есть возможности давим чтоб не было между капусточкой пустого места не все-таки надо полторушку брать назад сейчас попробуем полторушку все-таки в литровую не влезет получится вот у меня с двух головок на пол головки почти оставила наборщик звук головок у меня получится все-таки двухлитровая полтора литровая наверное если будет много мы сейчас назад в литровую пересыпем что нам стоит дом построить дорогие друзья накладываем сколько сколько влезет постараться не оставлять место чтобы сок выделился до верха стараться бывает не угадаешь двухлитровая две двухлитровая много одна такая одна такая мало но огорчаться не будем раз еще есть капуста которую мы оставили мы ее сейчас принесем немножко нарежем и тут мои хорошие у нас тазик уже есть сок вот сейчас мы натолкем эту капусточку чуть-чуть не хватает я сейчас дорежу оботру их все баночки долью вот этим соком который пустила капусточка и так она будет стоять у нас трое суток трое суток постоит она когда увидим что она уже не играет ставим ставить нужно в тазик потому что с капустой будет она будет играть еще выделяться сок капусты потом все остальное заливаем водичкой с тазика назад когда переиграет обмываем баночки и ставим в холодильник мои хорошие вот так сейчас она будет у меня хранится три дня пока перестанет много сильно натокла прямо некуда будет рассолу так будет храниться на у меня три дня пока перестанет играть потом пойдет в холодильник сюда еще сейчас буквально 100 грамм капусты дорежу что банки были очень плотно вот здесь уже сок пошел в этой банке сок уже пошел все было чтоб залито соком так мои хорошие приятного аппетита и кушайте на тут продукты пасть и сами капусточку в собственном соку кроме соли перчика лаврового листа и морковки здесь ничего нет можно добавлять еще яблочки если у кого-то есть антоновка яблочки это будет очень вкусно но яблок у нас в этом году уже нету мы уже поели свои которые у нас уродили поэтому будем кушать капусточку такую всем приятного аппетита всем мои дорогие пока пока до следующих встреч